Ах, как бы хотелось, чтобы это время, проведенное вместе с Геральтом, никогда не заканчивалось. Но судьба злодейка выпустила всего три великолепные игры и стопочку книг. Сначала сам Сапковский условно убил Геральт, окончив свою сагу о Ведьмаке. А через несколько лет и Реды, сначала условно воскресив Геральта, заставив его вновь охотиться на монстров, зарабатывать кроны и блуждать по шлюхам, убили его. И не смертельным ранением в ужасной битве за добро и справедливость, а обыденностью, материальным достатком, домом, любимой, друзьями и дочкой. А заработанные от серии игр деньги пустили на создание нового мира киберпанка. Остается одна надежда на жадность всех заинтересованных сторон. Что Сапковского и выход новых книг, чтобы по ним продолжали снимать фильмы и сериалы, так и босса Фреда, в который могут опомниться и продолжить свою серию игр The Witcher. Тем более, что еще не все сюжетные линейки раскрыты. Ну а пока, пришло время разведывать новые горизонты. И с самых ранних лет, лично моим новым горизонтом, отвечающим всем требованиям к игре, были разные MMORPG проекты. За последние несколько лет, все они получили бурное развитие, и из невнятных некрасивых игр для гиков, прогринд-мобов и дейликов, превратились в современные, красочные, увлекательные игры прогринд-дейликов и мободроч. Сегодня я расскажу о последней, покорившей мое сердце массовой многопользовательской игре, Black Desert. Поехали! Привет ковбои, мое имя его Серебус, это просто канал об играх, и вот и наступил этот потрясающий момент. Большинство из вас прекрасно знает, что я давно играю в БДО, и что когда-то это даже было некоторой проблемой, так как сказывалось на скорости и частоте выпуска новых роликов и проведения стримов. Но я нашел в себе силы оторваться и чуть меньше времени уделять этой игре, как минимум не в угоду выхода новых роликов. И вот одним из этапов по моей, так сказать, реабилитации является создание небольшого обзора, в рамках которого я расскажу, чем же меня так зацепила игра, что в ней есть крутого и почему иногда стоит дать шанс MMORPG. А начну я с того, что Black Desert Online, хотя вроде сейчас последнее слово онлайн уже не используется, это так называемая MMORPG нового поколения, которая в первую очередь является современной RPG игрой, с сюжетной линией, прокачкой, крутой графикой, фишками геймплея и взаимодействия с миром, огромным количеством брони, оружия, локаций, социальных и прочих возможностей для собственного развлечения. И только потом это ММО, просто пышущая своей мощностью и современностью, доброжелательностью к игроку и попыткой не сильно дрочить нас на донате, а также постоянной доработкой и обновлением. Благодаря этому нехилому сочетанию и получилась вполне отличная игра. Сама же игра начинается с крайне долгого и увлекательного действия под названием создание персонажа. Первым делом предстоит выбрать одного из 14 классов, причем классы тут уже итоговые, если вы выбираете класс воин, то этот класс у вас и останется до конца игры, сменить его нельзя. Кроме того класс также сразу является и пресетом вашего пола, например класс воин, у которого базовое оружие это меч и щит, это мужчина, но есть и класс валькирия, который тоже вооружен мечом и щитом, но уже представлен девушкой. И несмотря на кажущуюся на первый взгляд схожесть, в итоге эти два класса имеют совершенно разные пути прокачки. Воин это чистокровный танк, уничтожающий противника, а валькирия это скорее паладин, имеющий базовую выучку на воина, но умеющий поддерживать своих сокомандников хилом и бафами. То есть в итоге есть как схожие классы, как например воин и валькирия или волшебники, так и совершенно уникальные, не имеющие аналога второго пола. Кстати, все классы при достижении определенного уровня получают возможность пробудиться и получить вторую боевую стойку с альтернативным оружием, но это так, к слову. Определившись с классом, вам предстоит настроить свой внешний вид. Кастомайзер персонажа тут пипец какой продвинутый, все что касается именно телосложения и черт лица, вы поменяете вообще без проблем. В режиме ручной настройки вы можете видоизменить каждый элемент тела, будь то торс, руки, поясницы или даже то что ниже, по трем направляющим, высоты, ширины и глубины. Чуть хуже дела обстоят с прическами и со всякими нательными элементами типа шрамов, родинок и татуировок. И хотя даже эти элементы кастомазятся по расположению, размеру, цвету, длине и так далее, даже прически, самих вариантов ограниченное количество и например создать прообраз какого-то персонажа не всегда получается точно. Да-да, лично я своего персонажа в классе варвара гиганта пытался создать подлето из гулеты, но у меня ничего не получилось. Хотя это скорее наверное потому, что я ленивая жопа. Но кастомаз все равно чрезвычайно глубокий, я даже помню, что вроде как к релизу игры в России проводился конкурс на создание всяких знаменитостей в игре. Правда при этом копошиться в создании персонажа можно хоть целый месяц. При этом радует, что в игре реализована функция изменения внешности в любой момент, хоть и за донат. С другой стороны разработчики предусмотрели очень классный в игре момент, это возможность воспользоваться уже созданным другим человеком шаблоном. Вы можете либо построить автоматически внешность вашего персонажа, используя самые популярные настройки в целом по игре, или выбрать из альбома по общему рейтингу голосования, или например выбирая только из знаменитостей. Терминатор, Брюс Уиллис, Джон Сноу, я даже натыкался на клоуна Пеннивайза. Что уж говорить о персонажах из других игр, таких как Геральт например. Так что вы можете всегда взять Геральта из шаблона, немного изменить его, если вам это требуется, выбрать голос, созвездие, которое влияет на отношение Неписи к вам, фамилию, которая будет отображаться у всех ваших персонажей на этом аккаунте, ник, ну и вперед покорять просторы черной пустыни. Сам мир представляет из себя огромную бесшовную территорию, что как бы обычно, но без телепортов и того, что выполняет их роль, если не считать свои ноги и ноги своего скакуна или паруса лодки. Поначалу это было несколько дико, но свой шарм в этом все-таки есть, особенно когда видишь, что по дороге тут и там стоят всякие герои, спешащие по своим делам, квестом или просто перевозящие груз. Это крайне круто. Ты же, как будто с приветом эстез, оказываешься в непонятной деревушке, еле-еле стоящей на ногах, не помнящей ни своего прошлого, ни даже того, как сюда попал. Перед твоим лицом снует какая-то черная клякса и говорит при этом, что тебе делать. Так начинается основная сюжетная линия Black Desert, в ходе которой тебя обучают всему, что ты должен знать, в том числе и про тебя, мир, лор и ту самую черную кляксу перед твоими глазами, которая, кстати, останется с тобой навсегда. Навсегда. Считай, что именно она делает тебя избранным. Про сюжет рассказывать не буду, он тут есть, он логичный, вроде даже завершенный, но далек от идеала. Хотя некоторые удовольствия от его прохождения я все-таки получил, он полностью русифицирован и профессионально озвучен, как и вся игра, в принципе. И помимо самого сюжета и его истории, по мере прохождения тебе будут давать всякие плюшечки. Правда, есть один минус. Новым игрокам на сервере в качестве бонуса выдают халявные премы и прочую лабуду, увеличивающую прирост опыта. Плюс, новым игрокам доступны сервера с увеличенным рейтом опыта на некоторое время. В таких условиях проходить сюжетку становится крайне сложно. Ведь ты, благодаря всем этим бустам, многократно опережаешь по уровню квеста и это несколько нервирует. Так что, если бы я начинал играть в Black Desert с самого начала, то я бы первым делом просто прокачивал своего первого персонажа гриндом на мобах. И только когда все бусты спали, проходил бы вторым персонажем уже сюжетку. При этом с огромным багажом знаний и баблом от основного персонажа. Что касается непосредственного роста уровней, то, наверное, в основном это типичный гринд мобов в небольшую перемешку с квестами. Которые тоже, кстати, про гринд мобов в огромных количествах. Причем забава в том, что максимального уровня в игре нет. Гринд хоть 24 на 7. Для кого-то это, наверное, даже будет явным плюсом. Правда, чем выше твой уровень, тем сложнее его получить. Так что сильно уж далеко все равно убежать не получится. Но я вам скажу, что еще ни в одной игре я не получал такое удовольствие от гриндомобов. В БДО реализована нон-таргет система с блоками и уворотами. То есть выделять монстров для урона по ним не нужно. А от ответного урона можно либо защититься блоком, либо уклониться. Но это только начало. Основная фишка в боевке. Которая представлена слэшерной системой комбо-ударов при сочетании определенных клавиш или ударов. Для лучшего понимания вспомните тот же Devil May Cry. Лучше третий или даже четвертый. Но только в реалиях средневекового оружия. При этом большинство скиллов и комбо-ударов можно вынести на активную панель. Что крайне упрощает их использование. И наверное даже можно пошаманить с макросами. Хотя не знаю насколько это легально. В любом случае боевая система очень красивая, зрелищная и увлекательная. Я специально создавал новых персонажей других классов и качал их, чтобы просто заценить их боевые стили. Это вам не линейка, где тех же даггеров только 3-4 типа с относительно минимальным различием между ними. При этом в БДО есть развернутая система навыков. Выучить их абсолютно все возможно, но сложно. А потому скорее всего ты будешь собирать билд именно под себя и свой стиль игры. Ох уж это приятное слово билд. А потому даже встретив два одинаковых класса, их навыки скорее всего будут отличаться. Причем иногда настолько сильно, что складывается ощущение, что это два разных класса. И все это в рамках крайней красивой боевки с очень органичными для мира эффектами. Вообще, Black Desert, насколько я знаю, на текущий момент является одной из самых красивых MMORPG в принципе. И если лично меня разрешение текстур не сильно заботит, хотя картинка тут хорошая, то вот сам стиль просто впечатляет. БДО напоминает старую Lineage, темную, мрачную и атмосферную до жути, с лесами, сквозь чаще которой не продирается солнечный свет, с классическими замками и бесконечными пустынями. В игре реализована динамическая смена дня и ночи, то есть мир воспринимается как единое целое. Солнце светит для всех одинаково, но под разным углом. Шторм из одной части карты может постепенно перейти на другую, а может и не перейти. Никаких агатионов, летающих тарелок. Если ездовые животные, то кони, зебры, осли, кислоны. Если питомцы, то обычные животные, коты, собаки, птицы, духи. Броня и оружие реализованы очень стильно и атмосферно. Кстати, броня еще имеет разные эффекты износа. Чем меньше ее прочность, тем хуже она выглядит. Я такого, кажется, вообще нигде не видел. Также для каждого класса есть примерно по 10-15 костюмов. Костюмы не дают практически никаких серьезных бустов, кроме как вашего невероятного внешнего вида. Лично я был готов хоть каждый второй костюм на себе постоянно носить. Города тоже впечатляют. От маленьких деревушек до огромных торговых богатых городов, в которых легко потеряться без карты и минималистичных крепостей-фортов. Причем все поселения живут своей жизнью. Обычные люди днем снуют то тут, то там, делая какие-то свои дела или чем-то торгуют. А по ночам спят, но не все. Ведь по ночам на улицу выходят другие, особые типы торговцев. В общем, для MMORPG все это воспринимается крайне круто. И если забыть про сетевые составляющие, иногда кажется, что это самая обычная сингловая игра. Причем хочу заметить, что не совсем обычная, а очень даже глубокая. Например, у вас есть возможность взаимодействовать с огромным количеством неписей в каждой деревне, посредством определенного вида диалогов в виде мини-игры. Каждый непись, в зависимости от того, что вы сделали для поселения в целом или для него лично, может к вам относиться с определенным доверием. Чем выше доверие, тем больше плюшек этот непись может вам дать. Начиная от квестов и информации, заканчивая даже возможностью покупать определенные вещи, которые иначе ну никак не получить. Причем, чем больше ты знаешь информации, тем проще тебе поддерживать хорошие отношения с другими людьми. А знания приобретаются либо на собственном опыте, при посещении разных мест или убийстве монстров. Причем, чем больше монстров определенного типа ты убьешь, тем больше ты будешь знать о них, и тем проще тебе будет их убивать в дальнейшем. Либо тебе кто-то новую эту информацию просто рассказывает. Например, тот, с кем ты хорошо общаешься. Я, когда впервые с этим столкнулся, был просто поражен. Насколько все взаимосвязано. И реально в большом шоке рассказывал это своему другу, который на тот момент решил больше времени уделить сюжетке. И все эти знания касаются как каждого отдельного поселения, так и мира в целом. Но если ты считаешь, что общаться с неписями это за шквар, а дрочить мобов тебе надоело, как и любая другая уважающая себя MMORPG, Black Desert дает тебе несколько возможностей для условно-мирного существования, которое попутно поможет выйти тебе из долговой кредитной ямы и, наконец, обзавестись более крутой экипировкой. Ну, или наоборот. Мирная жизнь представлена, во-первых, возможностью добывать ресурсы. Будь то сбор горных пород, цветочков с деревом, мяса с помощью охоты или, например, рыбалки. Далее все полученное ты можешь либо продать, либо обработать. Соответственно, это либо готовка, либо алхимия, либо дальнейшая обработка с запуском собственного производства. Начиная от базовых, но более важных ресурсов, до, например, мебели для дома или даже лодок. Также есть возможность обзавестись собственным домом и обставить его. Огородом, чтобы выращивать уже там то, что тебе нужно. Или даже собственные конюшни, где ты можешь сначала содержать собственноручно пойманных лошадей, а потом и вовсе их скрещивать. Или, например, просто заниматься барыжничеством, закупая паки в одном месте и отвозя их в другое. Да тут даже караваны грабить можно, если вы помните, почему это важно. Лично я из мирной жизни всегда предпочитал общаться с людьми, ловить рыбу и пытаться разводить лошадей. А пока я пытался, кто-то уже научился ковать крутые мечи. Впрочем, не важно. Суть в том, что игра создана так, чтобы было чем заняться всегда. И все это крайне интересно и выгодно полезно для дальнейшего вашего ПВЕ или ПВП. Кстати, о сетевой составляющей. В отличии от сингловой игры, где вам не с кем мериться достоинствами, тут всегда есть тот, у кого оно больше. Во-первых, в БДО есть ПК. То самое классическое ПК, когда придя на свой спот, можно спокойно силой выгнать оттуда всех остальных. Однажды ко мне подошел персонаж и посоветовал сменить сервер или на крайний случай спот. Я согласился. Правда, дошло до меня это только с третьего раза, если вы понимаете о чем я. Во-вторых, тут есть классическое ПВП, ПВП на арене, осады замков, в которых могут участвовать все, кто пожелает, а также мировые боссы, на которых тоже можно охотиться всей гурьбой. Правда, не надейтесь на хороший лут, если вы не в сильном клане и не на хорошем счету у него. Кланы при этом соревнуются за земли и точки контроля, а также за клановые квесты, которые в одно время может выполнять только один клан, а другой ему в этом активно мешать. В общем, весело. ПВЕ тут возможно как соло, даже на высокоуровневых локациях, так и в группках. Если сравнивать с Lineage 2, например, где в пати каждый выполнял свою собственную роль, от баферов и хилов до танков и дд, то в БДО по большому счету все дд, при этом они прекрасно себя чувствуют самостоятельно, так что удобно играть как одному, так и в компании. В итоге Black Desert это настоящая песочница, где игрок может заниматься тем, что хочет сам. Путешествиями на кораблях, ПВЕ, ПВП, крафт, исследование локаций и собирание знаний, скрещивание и разведение лошадей, наим рабочих, возможность возвести целый производственный цех, осады, захваты территорий, открытие торговых путей, даже своего рода паркур, спекуляция на аукционе и многое-многое другое. И что еще важно, так это то, что БДО не сингловая игра, а значит, во-первых, в нее можно играть с друзьями, во-вторых, она не имеет финального результата, хочешь играй, не хочешь не играй, нет ситуации, когда ты все сделал, и тебе нечем больше заняться. И более того, игра постоянно обновляется и дополняется. Например, совсем недавно вышло большое обновление с новой высокоуровневой локацией, кучей монстров и летающими маунтами. А вот сегодня, например, я прочитал новость о том, что для игры будут перезаписываться звуки, для большей атмосферности и глубокости. Именно это мне нравится в MMORPG и в Black Desert. Игра живет. Мир игры живет. И ты часть этого мира. Так становись же частью этого мира вместе со мной. А на этом все, ковбой. Надеюсь, ролик вам понравился, а значит он заслужил лайк, а я подписку на канал. Совсем забыл сказать, что сама игра бесплатная, а значит попробовать ее вы просто обязаны. А если уже играете, то добавляйтесь в друзья. Мой ник будет в описании, как и сама ссылочка на игру. Мы же увидимся в новом ролике уже скоро. А пока на этом всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин